Добрый день, уважаемые ученики города Екатеринбурга. Время 14.00. Давайте будем начинать. Публичные слушания проходят в более чем непростой обстановке. И мы сегодня будем обсуждать, наверное, один из самых сложных бюджетов за подсоветское развитие города Свердловска и Катеринбурга. Наша с вами задача сегодня – найти место, куда поставить запятую. Либо топтаться – нельзя развиваться, либо топтаться нельзя – надо все-таки развиваться. И мне кажется, вот тот проект, о котором сегодня говорилось, он, в принципе, позволяет нам поставить точку после топтаться нельзя – надо все-таки развиваться. И хотя небольшие возможности для этого развития, но в бюджете заложены. 53.246.000 рублей в условиях жесткого бюджета выделяется на статью СМИ. Если пересчитать на рабочие дни, 212.000 каждый рабочий день, 180.000 на газеты ежедневно и 32.000 на телевидение. Откуда потребность у администрации города в публикации таких огромных массивов информации? Напомним на всякий случай, что есть такая штука, как интернет. Что касается 10 миллионов планируемых на телевидение. Ну да, некоторые сюжеты иногда полезно показать горожанам. Но вот, чтобы далеко не ходить, обратим внимание на нашего сегодняшнего спикера Александра Геннадьевича. Я припоминаю, прошлой зимой он собрался прыгнуть в прорубь. И как только средства массовой информации об этом узнали, они немедленно, практически в полном составе прибыли на место происшествия и показали это трагическое событие. Совершенно бесплатно причем. У нас государство социальное, это тоже конституция. 55-й там пункт, статья, вернее, пункт там 2-й. То, что умолять не должны, права и свободы не должны умолять. Читайте, пожалуйста, Высокинский не любит конституцию. Меня тут чуть не шип, он бежал там, не заметил меня. Ну я маленький, он здоровый, он же мотогонщик. Давайте, ребята, спасибо, что слушали. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!